Противодействие коррупции Тема 11-го Евразийского антикоррупционного форума, который стартовал сегодня в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. С докладом на научно-практической конференции выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыгин. Вот что такое коррупция в переводе с латинского? Растление. Растление личности и общества. Поэтому, конечно, вы юристы, я с этим согласен, должны заниматься юридическими аспектами этой темы, но без философского, социологического и, может быть, даже психологического момента или аспекта нам все равно не обойтись. Почему человек разлагается изнутри до такой степени, что просто делу даешься, когда сталкиваешься с конкретными фактами наших уголовных дел? Большинство преступлений коррупционной направленности относятся к исключительной подследственности Следственного комитета России. С 2011 года ведомством расследовано порядка 98 тысяч уголовных дел о коррупции в отношении 109 тысяч лиц. Среди них высокопоставленные чиновники главы регионов. Количество возбужденных уголовных дел по коррупции, с моей точки зрения, это не показатель реальной борьбы государства с коррупцией. А вот принятие широкомасштабных и комплексных мер на научной основе выдвинутых, это действительно борьба с коррупцией. Следственный комитет России активно участвует в разработке антикоррупционного законодательства, заключены межведомственные соглашения со счетной палатой, Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом, что позволяет значительно эффективнее противодействовать коррупции. Коррупция — это не только получение или дачу взятки. Это более широкое понятие. Это целая система действий, комплекс действий. Но суть одна — разложить наше общество. Сегодня правоохранительная система идет в ногу с прогрессом. Так, в Следственном комитете России создано специальное подразделение, которое занимается расследованием преступлений, связанных с информационными технологиями. Среди них есть и коррупционные, например, получение взяток в криптовалюте. Коррупция требует и вот такого перспективного видения. А почему все-таки используются новейшие, гуманные, перспективные, очень важные и хорошие достижения научно-технического прогресса и в этой сфере? Борьба с коррупцией — одно из важнейших направлений в работе Следственного комитета России. Задержание таких заметных чиновников, как сенатор Рауф Арашуков, бывший министр Михаил Абызов, бывший полпредпрезидента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев, ряда экс-губернаторов и их заместителей показывают, неприкасаемых в теме борьбы с коррупцией больше нет. Однако очередной вызов, который встает сегодня перед обществом, это как не передать молодежи коррумпированный опыт современности. Привлечение к решению данного вопроса опытных социологов, подростковых психологов и юристов, конечно же, должно дать свои плоды, чтобы уже в обозримом будущем коррупция в нашей стране стала архаизмом.